Этот турнир, где поклонники брейк-дэнса оспаривают право называться лучшими, в нашем городе проходит уже во второй раз. Идея провести фестиваль осуществилась благодаря стараниям энтузиастов, заинтересованных в том, чтобы этот вид уличной культуры развивался. Известно, питерская команда ТОП-9 выиграла международный чемпионат, заняв первое место. Я поставил перед собой задачу, чтобы нашу область вывести на этот же международный уровень, и чтобы наши ребята, даже, может быть, мои ученики вышли на достойный уровень. Для этого я готов делать раз за разом очередные фестивали. Фестиваль решили организовать на международном уровне, пригласили участников из Белоруссии и Украины. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников. Гостям, в свою очередь, понравилась и организация, и смоленские брейкеры. Очень, так скажем, с трудом добрались сюда, еле нашли зал, но фестиваль, как и прошлый фестиваль, может дать фору как и Москве, так и Минску, и любому другому крупному городу. Наравне с парнями свое искусство показали и девушки. Их танцы, как и у ребят, зрелищны и энергичны. Мне это очень нравится, потому что здесь, только в этом танце, я могу показать то, что девушки, они тоже могут зажечь. Движение должно развиваться, считают организаторы, ведь это не просто элемент уличной культуры, но еще и спорт, воспитывающий волю, ловкость и силу. Дмитрий Волков, Анастасия Лебедь, 24 Смоленск.